Харьков сегодня 3 ноября. Сегодня расскажу немножко, что у нас в Харькове для тех, кто еще не вернулся. Ну и почему все-таки люди не спешат возвращаться в Харьков. Далее поговорим об этом. Ну а сейчас расскажу, что было вчера вечером. Вечером в 11 три взрыва. Только заснул. Поспать не дали, сон перебили. Далее заснул чуть позже. Где-то там передавали вроде Киевский район. Прилетело, куда-то непонятно. А вот так вчера у нас работало метро. Толпа огромная. Интервалы вчера были по 20 минут. То есть тяжело было вчера куда-то добраться. Ну и теперь поговорим все-таки, почему люди не спешат возвращаться в Харьков. Многие мои знакомые, например, уже приезжали в Харьков и опять уехали. А все почему? Потому что они остались без работы. Если работы нету, в Харьков не стоит ехать. Потому что и батареи сейчас не такие горячие. И если работы нету, конечно же, будет вам очень тяжело. Поэтому если вы где-то уехали и у вас есть работа, оставайтесь, скорее всего, там до весны. Ну а весной уже будет более понятно. Те, у кого работа есть в городе, сейчас работают. Ну, единственное, как когда-то я уже говорил, зарплату сейчас платят очень плохо. Некоторым задерживают сейчас на три месяца. Ну, как-то люди все равно перебиваются, живут. Деваться-то некуда. Ранее в видео я рассказывал, что я добрался до рынка Барабашова. Съездил, посмотрел, как там обстановочка. Ну и заодно приобрел себе новую газовую плитку. Потому что свет, когда вырубают, мне готовить не на чем. Вот теперь будет на чем готовить. Она уже такая более серьезная, более устойчивая. Да еще у нее есть штуцер, который можно накрутить и подключить обычный газовый баллон. Начиная от 5 литров и до 50. Потому что маленького баллончика-то этого ненамного хватит. Но, в принципе, на два часа стабильной работы и маленького хватит. Но, на крайний случай, заправляю большой баллон. Пусть стоит. Свет вырубают. Буду готовить. Всем, кто не вернулся в Харьков, желаю, конечно же, скорейшего возвращения. И чтобы все с работой было в порядке.